Доброе утро, друзья мои. Сегодня четверг, 24 сентября, и я стрядаю от ужаснейшей головной боли. Выгляжу я тоже так себе. Я еле собралась, вообще себя хоть как-то до кучи. Собрала и отправила малого в школу. Честно говоря, я уже думала, Вову попросить отправить. Кстати, у Володи день рождения сегодня. Ему 33 года. Я ему приводнесла огромный, шикарный подарок. Бессонную ночь, потому что у меня невероятная головная боль была. Кто б меня подел? Кот тоже возле меня торчал. А кто б меня еще поддерживал? Вот. Кроме мужа и кота. Так что у меня теперь веселое воспаление лимфоузлов. Страшная мигрень. Просто мигренище. Вот. И малого еле отправила в школу. Ужас. Фу. Аллергия. Все мне, все мне. Подумали мы насчет моей мигрени. И пришли к такому выводу, что, наверное, надо будет это самое. Наверное, надо будет сходить к лору. Вот. И обследовать нос. Потому что уже когда-то я делала операцию на носу. Потому что тоже были ужасные мигреницы. Сколько аптек? С девяти. Замечательно. Тут, наверное, нет никакой аптеки ближе, да? Ладно. В общем, однажды мне уже... Я проходила МРТ, и мне показало, что с головой все нормально, да? У меня тогда были головные боли, мигрени страшные. Вот. А вот с носом проблемы. Мне уже делали. Я уже рассказывала. Четыре операции по этому поводу. Вот. Поэтому я подумала сходить еще раз к лору. И, возможно, еще раз пройти МРТ, но уже здесь, в России. Вот. И, возможно, сделать пятую операцию с себя на носу. Мне кажется, что они вот носовые пазухи отрезали, а вот, может, где-то вот здесь вот выше еще что-то нужно было, там, может, там какие-то наросты. А они их не убрали, и из-за этого страшно болит голова, продолжает болеть. Я вот этого не знаю вообще. Вот. Но у меня, если честно, уже такие именно впечатления, что вот так вот оно и есть, на самом деле. Вот. Одна аптека закрыта. Сейчас пойду посмотрю другую аптеку. Я даже без ни фига, без рюкзака, косметичку взяла с собой и все. Потому что я не знаю вообще, дойду ли я сейчас до какой-то другой аптеки, есть ли тут вообще какие-то еще аптеки. Сейчас давай не знаю. Сейчас пойду поищу. Поищу, посмотрю. Если нет, то нет, значит. У меня никаких сил нет. Или сейчас пойду пооткрываю везде окна, чтобы было проветривание, чтобы было свежо, хорошо и чтобы, знаете, ну типа и укройся много-много одеяла возьму, укройся и полежу так. Ну типа, что свежий воздух, да, у меня уже не может быть. Может быть, что воздуха свежего не хватает, что полегче станет. В общем, не знаю, что делать. Я не знаю, как будет лучше. Ужасно. Я всю ночь не спала и Вове всю ночь спать не давала. У меня очень, мне было больно просто до стонов, до криков, до слез, насколько у меня болела голова. Естественно, таблетки я пила и от головы, и нос закапала, чтобы, может, типа, если нос не дышит, оно дает свое. Нет, нос я тоже закапала. Я не знаю. Серьезно. Вот. Что еще? Что еще? В аптеку? В аптеку? Вообще непонятно, что я не вижу, что там. Ладно, спасибо. Я сейчас пойду с малым в аптеку после школы, потому что я не смогу ходить, искать тут аптеки, лазить. Потому что одно дело, когда ты идешь, знаешь, где оно есть, а другое дело, когда ты идешь на авось, наугад. Ну вот. Перешла дороженьку. Фух. На, ужасно себя чувствую, ужасно. Еще и у мужа день рождения. Вот это ему подарок. Жена, которая еле, еле вздит, блин. Из-за головной боли. Он говорит, что? Что мне сделать? Чем мне тебе помочь? Гляньте, голуби какие. Голуби, голуби, голуби. Гуля. Муж говорит, и чем мне, типа, тебе помочь? Я говорю, не знаю. Ну, типа, ну ты же была у врачей. Ты пробивала кучу таблеток. Говорит, тебе никто ничем не помог. Я говорю, давай сдохну. Говорю, ну что? Я не знаю, какой еще выход. Говорит, ну это ж не полноценная жизнь. Это ж не нормально. Говорю, когда голова вот так постоянно болит. Ой, плакала. Говорю, вылечи меня. А он говорит, хорошо. Говорит, сходим, говорит, к лору. Сделаем обследование. Говорит, и еще раз будем лечиться. Потому что, ну, каждый день испытывать мигрень, это нехорошо. Это не полноценная жизнь. Я ничего не могу делать. Я не могу пойти на работу. Я не могу делать какие-то домашние дела нормально. Вот. Я как бы вроде дома сижу. Но я очень много чего делать. Сорян, я ключи ищу. Я много чего делать тоже не могу. Потому что страшные головные боли. Ну, типа, и что тогда? Что вот делать? Сейчас еще буду пытаться на пятый этаж подняться. Своей башкой больной. Здравствуйте. Топаю потихоньку. Уж голова начинает кружиться. Обычно я так лихо заскакиваю, ребята. А сейчас вот эта башка болит капец. Все, я почти пришла. Пойду отдыхать. Еще приму таблетки от головы. Все. Не болейте.